Праздник Пасхи Праздник Пасхи Праздник Пасхи Праздник Пасхи Праздник Пасхи Праздник 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 Празд Люди привыкли уже посещать кладбище, и кто-то сегодня ходит в храм в пасхальную ночь, кто-то едет на кладбище, а кто-то старается ночью побыть в храме, а утром ехать на кладбище. И получается, что этот день проходит в суете, потому что у многих усопшие похоронены не только на этом кладбище, и весь день пасхальный проходит вот в таких вот поездках. Для чего мы приходим на кладбище на Пасху? Что происходит в этот момент, когда мы посещаем могилы своих близких? Зачастую многие приносят с собой много еды, приносят с собой, к сожалению, даже спиртные напитки, пиршествуют на могилах своих близких, выпивают, закусывают, но никто не думает о том, чтобы помолиться о упокоении души усопшего. Постояли, побеседовали, покушали, выпили и разошлись. А спрашивается, какая польза от этого усопшему? Пользы никакой нет. Никто не думает о том, что каково сейчас ему. По незнанию скажет всем известные слова, пусть земля будет пухом, которые говорить не нужно и неправильно. А нужно вспомнить случай, который произошел в Киево-Печерской лавре, когда один из монашествующих в пасхальную ночь зашел в пещеры покодить мощи лежащих там святых, и, обратясь к ним, он сказал следующие слова. «Отцы и братья, сегодня светлый день Христового воскресения, Христос воскресе!» И в ответ услышал от всех мощей «воистину воскресе!» Вот и мы с вами должны говорить эти же слова. И должны помнить то, что для усопших существует отдельный день, день, который имеет название «Радоница». Это название означает, что мы идем на кладбище, идем к нашим усопшим и делимся с ними этой светлой радостью, что Христос воистину воскрес. Что касается уборки могил наших сродников, то, конечно, мы должны помнить слова Господа, который сказал «Отдавайте Божие Богове, а Кесарево Кесареве». Поэтому призываю всех вас к тому, чтобы вы постарались сделать это, а именно убрать могилки своих близких, до хотя бы четверга Страстной Седмицы, чтобы последние дни, великие дни, страшные дни, посвятить тому, чтобы прийти в храм и помолиться Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok